Театр 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 Давайте с Вероники начнем. Вероника, ты что, у тебя сенокоз был или что-то? Ты дворник? Сенокоз? То есть ты была дворником. Ты знаешь, ну ты, ты, по памяти физического действия, знаешь, мы так ведь не метем. Так косят траву. Как мы метем. Вот смотри, да. Твоя амплитуда, Вероничка, твоя амплитуда была как будто ты в поле. Ты же не большая была. Так, покажи, покажи. Еще разок. Я поняла, что Дианка убрала свои ноги. У тебя такая была широчайшая амплитуда. Думаю, сейчас ноги ей косой оторвут. Ну-ка. Сначала ты сорву. Да, да, да. По такой увидела человека. Да, начну. Вот это было не так. Это было чисто коса. Вот у меня первые были впечатления. Думаю, надо же. Присаживайтесь. Так. Вот это память физического действия, она нас выручает и она нас подводит, если мы реально не помним. Действительно, амплитуда подметашек вот этих, она не такая. Так, хорошо. Миша, ты присел. У тебя что по замыслу по-твоему было? Ты вообще планировал или ты просто по наите так сел, что-то там делал? Расскажи. Вообще у меня всегда какие-то такие сюжеты в голове. Какие? Ну, я как бы присел. Как бы, да? Ага. Ты хорошо присел, ты очень хорошо сыграл дедушку. Очень хорошо. Но есть такое выражение в актерском мастерстве, как костыль. То есть это сопутствующие вещи, которые помогают тебе. В данном случае ты увидел в классе палку, ты взял ее и реально оперся на нее, как в жизни, да, происходят пожилые люди на бодажок, вот на этот вот они опираются. И ты здорово это сделал, но тебе помогал конкретно предмет. Предмет. Сработаешь ты точно так же по памяти физического действия без него? Как ты думаешь? У вас запрет на использование конкретных предметов. Да, попробуй. 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 Опирайся так же на палку, но без нее. Попробуй. Ага, спасибо. Ребята, смотрите. Вы молоды, и у вас нет данной памяти. У вас априори не может ее быть. То есть как только Миша взял и реально опирался, он был органичный. Когда, значит, по памяти физического действия он стал это работать, это уже получилось не так органично. У вас и не может быть подобной памяти. Но актер, актер, он должен работать, если, допустим, ему дали роль сыграть дедушке. То есть он должен что? Как мы, где мы нарабатываем, где мы берем вот эти навыки памяти? Где? Если мы сами не пожилые люди, если мы не опирали... Смотрим внимательно. Это как называется? Наблюдение. Наблюдение. Мы должны очень внимательно смотреть. Для того, чтобы вот ему дали роль, например, да? Вы же сейчас, я вам ничего не говорила, это были импровизации ваши. Ему дали роль и сказали, мы загримируем вас. Мы, значит, наложим в грим сейчас масса всевозможных вещей. Там, я не знаю, все делают. Полностью даже маску. Но вот он нужен, да? Вот сыграть. Нет другого человека. Но вы вот старый человек, вы опираетесь, вы там ходите. Конечно, в театре ему дадут реальный подожог. Но даже с реальным, с реальной вот этой вот тростью, да? Его передвижение ногами, вот он... Как вот, Миш, почему ты делал так? Очень мелкими шагами шел. Скажи, почему ты так делал? Ты где-то видел? Или это просто у тебя возникло? Почему? Ну, как бы... Кто видел, как стерги ходят широкими шагами? Я не знаю. У них, извините, старость, нерадость. Так, объясняй, объясняй. Болят суставы. Так. Там, я не знаю... Они боятся что? Пожилые люди. Они боятся упасть. Правильно ты говоришь? Поэтому ты семенишь. Семенишь, да? То есть, вот говорят, идет и семенит. То есть, мелкими шагами идет. Ты это правильно делал. То есть, ты это уловил именно по памяти. То есть, ты наблюдательный. По памяти именно не своего физического действия, а по наблюдениям. Ты смотрел и ты так сделал. Но, чтобы это было органично, мы сегодня говорим об органике, да? Чтобы это было органично, должно быть соответствие чего? Твоего шага и опирание на фантомный, да, подожог. Вот сейчас возьми реальный. Возьми реальный. Прямо встань с ним рядом к девочкам. Туда. Не иди, не надо нам полную диагональ эту проходить. Просто возьми, прямо пройди вот к окну. Прямо вот так иди. Давай. Отлично. Теперь в обратную сторону, без палки. Запомни это. Так. Ты уронил? Мишенька, так был пожилой человек, не смог быстро поднять. То есть, присаживайся, Миша. Присаживайся. То есть, начал уже придумывать. Миша, но все равно, вы пробуйте, мы учимся, ребят. Мы учимся. Согласитесь, да, что было сложно сразу. Миша, 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 миша. Миша, миша, миша. Продолжение следует...